Игра в футбол, просмотр футбольных матчей делает нашу жизнь разнообразнее. Именно за это мы его и любим. Всем привет, с вами Юрий, канал Диваный Футбол. Это горячая порция новостей, событий, а также трансмерных слухов в мире футбола. Начинаем АПЛ, МЮ. Хорошая новость для фанов МЮ. В общую группу вернулись три футболиста. Первый это француз Рафаэль Варан. Второй это Ригелон. И третий это Софьян Амрабат, который буквально недавно травмировался, но уже в достаточно короткие сроки сумел восстановиться. Это очень хорошо. На фоне того, если посмотреть на лазарет МЮ, я вообще не помню, я не помню вообще такого, когда в лазарете МЮ было столько травмированных. Это какой-то апокалипсис для фанов МЮ, для всего клуба. Но опять же говорится, после самого темного времени наступает рассвет. Поэтому, ну как-то же должно, должно же как-то все, ситуация должна выравниваться, идти в какую-то хорошую сторону. Уже на этих выходных будет АПЛ, после этого будет Лига Чемпионов. Поэтому футболистам нужно отвлекаться уже от мыслей своих сборных, где не выступали, ну где некоторые выступали, некоторые не выступали. И уже нужно вникать в эту клубную футбольную тему и понимать, как помочь своим клубам в чемпионатах, в топ-чемпионатах, в частности в АПЛ, а также в Лиге Чемпионов. Идем дальше. Брайтон. Левый вингер Брайтона, японец Митома, продлил контракт с Брайтоном до лета 2027 года. Ну, для чего это было сделано? Первое, это было сделано для того, чтобы отсечь потенциальных покупателей, которые хотели бы, так бы сказать, забрать Митому с такой скидкой. Потому что все, тебе придется платить по полной. По полной Брайтон уже озвучил эту сумму. Они хотят не меньше, чем 70 миллионов фунтов. Естественно, если будут там 2 или 3 или 4 претендента, то эти претенденты будут между собой бороться. Ну, примерно, как было с Райсом. Сначала там 70 миллионов, потом там Ман Сити предлагал 80 миллионов. Потом уже Арсенал поняли, что нужно выхватывать и нужно давать там столько, чтобы конкуренты просто, как на ауционе. Чтобы конкуренты просто там обалдели и присели, все. И как бы Арсенал остался один. Точно так и здесь. По-моему, Томи я скажу, что многие вообще говорят, что это, почему такие бабки большие? Почему вообще вы его так возвеличиваете, возвышаете? Ну, народ, вы просто смотрите в основном матчи АПЛ, топовые матчи. Те, кто так говорят, они, скорее всего, не смотрят матчи Брайтона. Просто Брайтон, в принципе, Брайтон. Брайтон же играет тоже с топовыми клубами, с сильными клубами. Можно было видеть Митому. Он в том году, он разрывал на левой броке, он многих разрывал. Поэтому от того и такая цена, от того и такое движение за Митому. От того и такая конкуренция. И, ну, если Митому попадет в какой-то топ-клуб, в котором более-менее все нормально. Я не про Челси с Эмью сейчас, в котором более-менее все нормально. То там будет все очень круто. Поэтому те, кто говорят, что Митому слишком переоценен, вы слишком ошибаетесь. Митому, лично по моей версии, он входит в тройку лучших вингеров мира. Я бы сюда поставил, я уже говорил, Сака, Венисиуса и Митому. Ну, просто-просто фантастический футболист. Идем дальше. Чемпионат Италии, сериал, серия А, называйте это как хотите. Спортивный директор Интера Маротто заявил недавно на фоне слухов, что Мартинесом, Лаутаром Мартинесом интересуются многие топ-клубы Европы. Он заявил, что для нас сейчас Лаутаро Мартинес, это как Месси для футбола. И, в принципе, Мартинес в Италии показывает в этом сезоне отличные результаты. По результативности у него 8 сыгранных матчей, 10 голов, 2 асиста. Я хочу напомнить, что этот центральный нападающий, также он умеет выступать на позиции оттянутого нападающего. Его трансферная цена сейчас 100 миллионов евро. Ну, не с пустого же места, 100 миллионов евро. И контракт его с Интером рассчитан до лета 2026 года. Мартинес, несомненно, вырос. Он начал расти, конечно, еще при, по-моему, Антонио Конте. Да, тогда его связывали с переходом в Барсу. И хорошо, что он тогда в Барсу в эту и не перешел. Потому что там была Барсу, качало сильно. Интер тоже качало. Но Интер как-то, с Интера такого спроса не было. И не такая конкуренция внутри клуба была в Интере. В Барсе все-таки многие приходят и не могут удержаться. Не то, что на плаву, именно на таком течении. Их просто сносят или разбиваются они. В общем, плохо это все заканчивается. В футбольном плане для них. По поводу Лаутара Мартинеса, ну, сложно сказать. Я, если честно, многие спрашивают. Как ты думаешь, там, туда-то, туда-то, если бы он перешел, заиграл. Футболист такой, своеобразный футболист такой, скажем так, ну, не в любой клуб бы он зашел и начал показывать хорошие результаты. И, ну, возможно, вообще пусть он в Интере остается. У него здесь все классно. В команде по итальянским меркам сейчас все очень неплохо. Да, там, проблемы с финансами. Но покажите мне итальянскую команду, у которой нет проблемы с финансами. Сейчас в Италии у всех проблемы с финансами. И поэтому, мое мнение, пока Лаутару Мартинесу лучше оставаться просто в Миланском Интере, чтобы не испытывать судьбу и не менять свою судьбу в какую-то, возможно, плохую сторону. Идем дальше. Ла Лига, Испания. И здесь, конечно, сегодня испанские заголовки вообще такое, ну, такое написали, ну, просто. Сразу говорю, это утятина полная, ну, это лично мое мнение. Возможно, я не прав, но, скорее всего, я прав. В общем, Жозе Мауриньо, возможно, вернется в Мадридский Реал. Возможно, сменит он Карл Анчиотти. И, короче, вернет вот это вот время славное, когда он в Мадридском Реале был там. Вспомните, чемпионат Испании он выигрывал, доходил до полуфинала. В общем, он по-своему немножко вытянул Мадридский Реал, потому что до него Мадридский Реал там, по-моему, не мог он попасть в полуфинал очень долго. И, в принципе, Жозе Мауриньо нужно отдать должное. Я тоже много об этом говорил. Жозе Мауриньо сделал такой фундамент для вот этих будущих пяти лиг-чемпионов. Там у Жозе Мауриньо работы было очень много. Но он только-только начал тут фундамент тогда строить. Естественно, потом он три сезона потренировал в Мадридском Реале. Но три сезона у Мауриньо это такое святое число, после которого он просто вылетает из клуба. И, ну, дальше вы все знаете. По поводу того, сможет ли Жозе Мауриньо что-нибудь внести в клуб хорошее, сможет ли он какой-то вклад сделать в игру, я слишком сомневаюсь. Вот этот Жозе Мауриньо тактичный, токсичный. Вот этот Жозе Мауриньо, ну, он перегорел просто. Он просто уже, это не тот Жозе Мауриньо, совершенно не тот, который был 10 лет назад. Вот на уровень Ромы там еще кого-то, он еще более-менее может вытягивать на своем старом багаже, на своих старых скиллах. Здесь нужен человек, который, ну, по типу Хавиолонса, по типу Артеты. Человек с совершенно новым взглядом. Человек, который будет стараться развивать молодежь. А Жозе Мауриньо, ну, он не меняется, он с годами не меняется, он один и тот же. Он как был тогда, который пришел в Челси, там что-то как-то, естественно, у него подточилось, поменялось. Ну, принцип остался, содержание осталось тоже. Поэтому, если руководство хочет после ухода Модрича, там, кросса, таких ключевых, фундаментальных футболистов, развалить команду, сделать такую. Там просто, если перейдет Мауриньо, там в определенный момент может такая быть детонация в клубе. Оно им надо? Зачем это им надо? Опять, здесь нужен человек, который будет по максимуму вытягивать из футболистов такие плюсы на поле, развивать, вытягивать плюсы. Мауриньо это делать не умеет и не может. Мы это видели уже. И лично я это уже наблюдаю там уже несколько десятилетий. Просто не может. Идем дальше. Барселона. Барселона в El Clásico против Матридского Реала. El Clásico, напоминаю, состоится 28 октября. Барса будет вместо спонсора Spotify, у нее будет спонсор, логотип группы Rolling Stones. Это обусловлено, короче, договором, договорными обязанностями Spotify с этой группой. Там у них какие-то свои темы. Также хочу напомнить, что Барса в том году, когда они играли против Матридского Реала, они играли с логотипом пилца Дрейка. По поводу El Clásico я сам очень-очень сильно этого жду. Очень хорошо, что возвращается Педри. Это для фанов Барсы. И, ну, будет реально интересно. Будет очень интересно. El Clásico, это понятно, что не то El Clásico, когда мы наблюдали Месси против Роналду. Но все-таки эти команды после Месси и после Роналду, Мадридский Реал, после Месси, Барселона, они по-своему начали продвигаться в хорошую сторону. И по-своему их футбол приятно, на их футбол приятно смотреть или за их футболом приятно наблюдать. Поэтому, несомненно, это великое противостояние. Очень будет интересно. И я уже с нетерпением жду, когда же будет 28 число. Идем дальше. Бундеслига. Тренер Баварии, Томас Тухель, заявил, что ему, ну, он до этого давал интервью, по-моему, ну, что это такое, месяц назад он давал интервью. Он сказал, что я хочу, чтобы Бавария подписала защитника Челси, Трейва Чалобу. Я хочу напомнить, что Чалоба это воспитанник Челси. И Чалобе руководство Челси, там не руководство, там Почетина сказал, что он на него не рассчитывает. Поэтому ищи себе новый клуб. И Томас Тухель под эту всю, под эти все вещи, он хочет пригласить Челобу зимой уже. Его трансферная стоимость относительно небольшая. 15 или 18 миллионов. И Томас Тухель, когда тренировал Челси, он, у него Челоба часто играл в старте. Ну, достаточно часто он играл на поле. Поэтому, возможно, Томас Тухель как-то применит скиллы Челобы уже в Мюнхенской Баварии. А по поводу Почетина, конечно, он именно не интересен Почетина. Ну, я уже говорил, что здесь еще до зимнего ТО будет так нормально времени. И непонятно, если результаты Челси будут плохими, не факт, что Почетина сам дотянет до зимнего ТО. И последняя новость, она будет касаться главного тренера сборной Германии, Юлиана Нагельсмана. Он вчера дал интервью, сказал, что я верю Германию, у Германии большое будущее. И я на тренировках вижу, что в Германии будет все хорошо. Ну, это тренер, тренер так всегда должен говорить. Если тренер будет ходить с опущенной головой и говорить, что у нас все плохо, оно же, этот импульс пойдет на всех футболистов. И понятно, что ничего хорошего там уже не будет на поле. Но сам Юлиан Нагельсман, например, контракт подписал только до лета. Он подписал там даже меньше, чем на один год. Ну, на один почти полноценный сезон. Поэтому Юлиан Нагельсман понимает, что поколение сейчас у сборной Германии, оно не сказать, что сильно слабое. Там есть хорошие исполнители, там есть имена без опросов. Но взять, если в общем, то поколение такое относительно слабое, чем светили, стоит там результаты за последний год, два, три. Ну, опять, что здесь сказать? Юлиан Нагельсман, поэтому он подписал этот контракт именно до лета, чтобы почувствовать свои силы в этой команде, не совсем такой стабильной. И понять, надо ли оно ему дальше. Потому что он достаточно молодой тренер. Ну, уровень сборных это такое. Это как бы не такой серьезный уровень, как клубный уровень. И, естественно, если ты хочешь нарабатывать себе какое-то, нарабатывать, вообще поднимать свое имя в мире футбола, естественно, это должен быть в каких-то сложных темах, сложных чемпионатах, особенно на клубном уровне. Я всегда говорил, что клубный уровень, он всегда сильнее и сложнее, чем уровень сборных. Поэтому как-то так. Если тебе понравилось это видео, поставь этому видео лайк, чтобы помочь в продвижении моего канала. А теперь вопрос к вам. Вопрос в поводу японского вингера Митома. Хочу прочитать ваши комментарии. Куда бы вы хотели, чтобы перебрался Митома? Ну, с такой пользой. Не просто перебрался и получил хороший контракт, например, в Челси. Чтобы он перешел, был полезен и чтобы он дальше продолжал развиваться. Как всегда, жду ваши комментарии и аргументы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok